Добрый день, дорогие друзья! Благодаря Ethnic Channels Group и лично Григорию Антимони, я имею возможность выступить перед вами с некоторыми идеями, касающиеся вашего самочувствия, вашего здоровья, вашего психофизического состояния, познакомить вас с методологией, которая была рождена в театре. То, что я развивал в течение многих лет, как метод, который можно назвать «body logic» или можно назвать «creative impulse». Потому что актеры на сцене сталкиваются, главным образом, не только с идеями пьесы, не только с идеями режиссера, но они еще сталкиваются с самим собой. То есть этот контакт с самим собой, он самый сложный в театральном искусстве. потому что актер участвует всей своей личностью, телом, дыханием, движением, голосом. Сегодня театр может дать что-то тем, кто по ту сторону рампы, тем, кто сидит и наслаждается театральным искусством, не ведая о том, какие же секреты, какие возможности существуют в человеческом организме для того, чтобы иметь смелость выйти на сцену. Поэтому между актерами и теми, кто сидит по ту сторону рампы в театре, безусловно, одна и та же природа. Поэтому у нас и возникают одни и те же вопросы. Почему на нашей планете умирает от инсульта один из двадцати трех, от рака один из семи, от сердечно-сосудистых заболеваний один из пяти, и где предел, за которым начинается беспомощная старость? Существует еще обеспокоенность о том, что происходит на нашей планете. Загрязнение среды, исчезновение животного мира, растительного мира, возникают проблемы с ресурсами земляными. Все эти проблемы сдвигают наши представления о нашем будущем, и мы начинаем его бояться. Ученый Хокинг, например, он предлагает как можно быстрее покинуть Землю. Но Айлан Маск, он верит, что планету можно сохранить, но все равно остается вопрос, каким образом ее сохранить. Невозможно решить проблемы на том же уровне сознания, на котором они возникли. Альберт Эйнштейн. Единственный путь, который нам предстоит всерьез, это восстановить экологию Земли, но вначале сохранить самого себя. Родившись, мы смотрим наружу, осматриваемся по сторонам. Мы не догадываемся, что внутри нас бьется сердце, кругами движется кровь, напрягаются мышцы. Внутри все идет по плану, но мы еще не знаем, что родились. Но уже узнаем себе подобное. Все свое детство мы будем думать, что внутри нас тот же самый мир, что и снаружи. Необходимо всего лишь получать удовольствие и брать пример со старших. Чем больше этот мир, тем больше должны быть и мы сами. Мы с удивлением обнаруживаем, что у нас есть тело, и оно увеличивается в размерах. Чем больше наше тело, тем больше мы убеждаемся, что мы индивидуальность. Мы словно заново рождаемся и испытываем наше тело на прочность. Тело становится нашей крепостью, архитектурой наших пристрастий и привычек. Метрономом темпа и ритма нашей земной жизни. Она даже может показаться нам родственником с какой-то другой планетой. Мы предпочитаем не заглядывать в него по ту сторону кожи, и нас пугает все, что оно источает наружу, даже рождение нового человека. Парадокс совместного существования духа и плоти. Оно становится причиной раздора между знанием и верой, но мы воздвигаем ему памятники. То, о чем мне хочется сегодня говорить, это о примирении фантазии с реальностью. Когда мы мечтаем о долголетии, этого же должно желать и наше тело. Не как раб наших желаний, привычек и амбиций, а как часть природы, которая нас окружает. Я не специалист в области медицины или диатологии, и говоря о здоровье, я воспользуюсь своим собственным опытом и опытом творческих профессий, в которых не принято разделять тело и душу. Как, впрочем, и все чудесные изобретения, которые всегда берут пример с искусства. Сегодня привычно говорить о калориях, органической пищи и о метаболизме. Но я хочу обратить ваше внимание на главное свойство природы нашего тела – его постоянное обновление. все наши органы в нашем теле, хотя и умирают раньше нас, но всегда вновь и вновь возрождаются. Гармония и регенерация – это то, что постоянно происходит в пространстве нашего тела, то, что лечит его и то, что побуждает нас к постоянному движению. Постоянная смена наших клеток – это все равно, что себе представить, что вот эта студия постоянно обновляется. Но мы этого не замечаем. Но, к сожалению, это неживая материя, и она стареет, и необходимо делать ремонт. Наше тело, оно ремонтирует самого себя. Не останавливается до тех пор, пока оно не иссякает, пока мы не умираем. Поэтому главный принцип здоровья – это дать возможность телу лечить самого себя. то есть освободить его от тех привычек, которыми мы привыкли в реальной жизни, которые идут параллельно тому, что мы называем природой. Движение – это самое главное, что дает нам шанс на то, чтобы наш организм и наша физическая система, психофизическая система развивалась органично. Движение само по себе не дает возможности упасть велосипеду, упасть с неба самолету. Это абсолютное движение. Оно не обязательно должно восприниматься как движение от пункта А до пункта Б. Движение сердца, движение крови, легких и нервных импульсов требует движения всего нашего тела. Благодаря движению мы развиваемся. Без развития чудо в генерации теряет всякий смысл. Поэтому без движения мы часто болеем и быстро стареем. В современном мире мы редко успеваем воссоединить телесное и психическое. Это даже не всегда удается науке. Для того, чтобы не болеть, нужно постоянно иметь избыток энергии. Если мы имеем энергии только на то, чтобы сесть, встать, пройти, открыть дверь, взять палку, написать, это прямой путь в могилу. Но когда у нас есть экстра энергия, мы можем сдвинуть горы. Но для того, чтобы эту энергию воспользоваться, естественно, наше психическое состояние, наше состояние требует делать больше, чем это положено по механическому закону движения. Потому что в этот момент происходит не просто физическая акция, а происходит психофизическая акция. Кинетическая энергия, которая возбуждает химические реакции внутри тела, которые создают благодаря обмену веществ разные энергии, они потом становятся универсальной энергией, которую мы можем смело назвать психической энергией. Это примерно как в автомобиле кинетической энергии переобразуется в электрическую. С другой стороны, возникает проблема с тем, что мы перегружаем наше тело. Забедренный сустав, колени, голеностоп, локти, плечи, и особенно шеи. Мы имеем мышцы, которые являются трех типов. Это мышцы скелетные, которые соединяют скелеты, суставы, мышцы гладкие, которые между органами, то есть наша плоть. И третья мышца всего одна – это сердечная мышца. Но существует ли еще что-нибудь, что нарушает гармонию наше развитие, и к чему мы привыкли уже с рождения? Мы привыкли себя чувствовать прямоходящими. Это отличие от животных. Мы привыкли к идее, что из животного состояния, горизонтального состояния, мы поднялись на ноги, и наша психофизическая природа, она более богата, чем у животного, потому что мы видим сразу и горизонт, и небо. Горизонт расширяется. Мы уже думаем о том, как полететь на другие планеты. Но мы слишком привыкли к тому, что мы пленники земного притяжения, то есть земных условий жизни. Мы живем на планете, которая заставляет каждую клетку нашего организма бороться с земным притяжением. Влияя на экологию нашего организма, на пространство нашего тела, на физическую среду, оно постоянно нарушает нормальный ритм жизни, нарушает нормальное соотношение между центральной нервной системой и вегетативной нервной системой. Вегетативная нервная система, она руководит и контролирует наши органы. Вероятнее всего, гравитация нарушает сложный комплекс ювелирных процессов регенерации. В лабиринтах телесной материи психические импульсы теряет скорость и ориентацию. Нарушение электромагнитных сигналов приводит к нарушению работы системы, которую можно назвать мозг, сердце и легкие. Преодолеть это земное притяжение становится уже на уровне подсознания. Поэтому главным образом спорт заключается в том, чтобы бороться не с претендентом на чемпионский титул, а бороться с земным притяжением. Если мы не укрепляем наши мышцы, то наше тело, состоящее на 98% из воды, как жидкий кристалл, он постоянно стремится вниз, отплывает кожа, плывают наши ткани. Нарушается не только координация мышечной системы, но происходит деформация нормального кровообращения и нормального дыхания. Каждое движение происходит совместно с биением сердца. Каждое движение происходит с движением диафрагмы или грудной клетки по горизонтали, или диафрагмы по вертикали. Тем самым мы даем вертикальное положение, возможность легким дышать. И легкие не сжимают наше сердце, потому что оно внутри. Потому что у сердца есть своя работа. Раздвинуться, сдвинуться, разжаться, сжаться. Поэтому дыхание сжимается, разжимается. Должны совпадать импульсы, которые идут от мозга. Когда мы говорим, мы выдыхаем. Мы не говорим, когда мы вдыхаем. Поэтому любое движение мы делаем на выдохе или мы делаем вдох, задерживаем, кислород, и даем возможность углекислому газу обогатить кровь. Проблема гипертонии заключается в том, а открыто это было еще в начале прошлого века, что недостаточно углекислого газа попадает в кровь. Потому что он тоже часть нашей жизни, нашей живой материи. Поэтому, если мы дышим так, мы выветриваем углекислый газ. Если мы дышим... Мы даем возможности крови обогатиться углекислым газом. И тогда не нарушается работа сердца, ему нет необходимости давить и повышать давление. Вырабатывается темпорит между импульсами мозга, импульсами сердца и работой мышц всего торса. Эта область не имеет костей именно потому, что это орган дыхания, а не только мешок для наших внутренностей. Облегчается работа всего тела. Облегчается работа продвижения крови в наших венах и артериях. И оно выходит через сосуды в нашу плоть. Со временем они твердеют, они становятся неэластичными, и кровь не проходит в мышцы. И тогда, когда сердце старается пропихнуть, оно одновременно усиливает давление в голову. Поэтому этот процесс называется гипертония. У современных людей нарушена координация. Они делают все наоборот. Они потеряли темпоритм дыхания, потому что они не связывают дыхание с движением. Для того, чтобы сделать вдох, нужно просто расслабить мышцы живота. И воздух уже там, кислород уже там. Дальше мне нужно выдавить его после паузы. Дать возможности, чтобы кровь обогатилась углекислым газом. Дыхание создает гармоничное движение всей мускульной системы. Дыхание позволяет бесперебойно работать легким, двигаться потоком крови, лимфы и работе сердца. Дыхание определяет скорость, темпы, ритм нервных импульсов, которые контролируют все органы внутри нашего тела. Все это связано с легкими, все это связано с сердцем, все это связано с психофизической системой и нашей плотью. Мы не представляем себе, что даже в нашем вертикальном положении мы есть суть физической сферы, которая является, например, яйцо. То есть яйцеклетка, сперматозоид. То есть все, что появляется в живом качестве, все, что появляется как в дальнейшем в развитии какого-то индивидуального организма, берет начало в сфере. То есть мы заключены в сферу, которая может быть альтернативой земному притяжению. Если мы уравняем в нашем теле движение от центра к рукам, к ногам. В то время, когда мы носим с собой всю жизнь привычку плоского пространства нашего тела, мы привыкли видеть то, что спереди. Мы уже не видим то, что сзади. И поэтому атрофируются мышцы спины. Когда мы бросаем палку, мы не предвосхищаем результат. Но при этом нужно почувствовать, что в упражнении участвует спина, локти, кисти рук, ноги, голеностоп, тазобедренный сустав. Мы должны научиться делать упражнения, которые восстанавливают мышцы спины, для того, чтобы вернуться к ощущению трехмерного состояния нашего тела. Рецепторы не только для того, чтобы сказать нам больно или приятно, коснулись мы чему-то или нет. Рецепторы еще для того, чтобы мозг все время имел представление об объеме всего тела. Поэтому я и мой мозг работаем вместе для того, чтобы сделать это движение. То есть касается ли это головы, плечей, локтей, кисти рук, тазобедренного сустава, коленей, голеностопа. А ноги, между прочим, являются еще и насосами, которые помогают кровообращению внутренней тела и лимфой. Что необходимо? Разрушить стереотип вертикали. Не забывать, что мы можем двигаться как животное в горизонтали. Это не значит, что выходить на улицу как животное в горизонтальном положении. Но когда мы делаем упражнения, мы должны предоставить телу освободить ноги от напряжения и делать упражнения, которые имеют прямой смысл для развития мышечной системы. То есть вся система, если ее воспринимать как сферу, как яйцо, она должна работать независимо от положения любых точек на поверхности сферы, от центра. Физический центр у животного совпадает с психическим центром. Когда мы встали вертикально, психический центр поднялся. Это необходимо для нашей жестикуляции руками, для того, чтобы говорить, для того, чтобы рисовать и писать, необходимо для того, чтобы думать. И вот разница между психическим центром и физическим центром постоянно нужно корректировать. Например, анатомическое устройство ног и рук, оно построено по одним и тем же принципам. Весь наш организм получает информацию, независимо от положения нашего тела во время притяжения. Спортсмены тренируются главным образом, как я уже сказал, с земным притяжением, с землей, с планетой. Им необходимы условные рефлексы, которые работают очень быстро, и в единственном направлении результата. Заставить шеи поднимать голову, которую прижимает 30 килограммов дополнительного железа. И вся мышечная система уподобляется джунглям, где полезные мышцы пожирают неполезные мышцы. Получается, что мы именно потому, что существуют условия нашего вертикального положения и земное притяжение, мы нарушаем в себе органичное, сферическое, гипотетически сферическое ощущение. Спорт не решает этих проблем полностью. Он дает только иллюзию временную, когда ты молодой, иллюзию, что ты здоров, сильнее всех, быстрее всех, но потом достижением возраста ты теряешь эти способности. Вот эта палка, система рычага, дает возможности развивать ощущение трехмерного состояния нашего тела. Чем больше рычаг, тем больше вес я могу поднять. Все наши движения связаны с этими рычагами. Скелетные мышцы связаны со скелетом таким образом, что рычаг включен в систему, которая заставляет органично и гармонично действовать моим мышцам. В повседневной жизни и тренировке спортсменов наши рычаги используют главным образом гравитацию и точку опору в планете, на которой мы живем. В данных упражнениях благодаря реальному ощущению тела точка опору нашим назвал. В психических импульсах, которые объединяют все мышцы в единую систему и позволяют достичь максимального качества ее координации. Этому помогает эффект невесомости отдельных частей тела, благодаря которому мышцы освобождаются от механических условных рефлексов. Данный принцип целесообразен для предотвращения физических перегрузок у спортсменов или даже для подготовки тела к реальной невесомости в космосе. «Когда мы делаем движения, связанные с рычагом, в то же время наше тело начинает создавать турбулентность движению всего тела». это то, что связано со спонтанным поведением, это то, что связано со спонтанным движением нашего тела. Потому что если мы говорим о сфере, это значит, что она создана для того, чтобы вот эта равноудаленность от грани сферы позволяла делать любые движения спонтанно. «Мы привыкли к спонтанному относиться как к хаотичному, но спонтанное существует уже как определение еще до новой эры и существует уже в науке, в математике, в экономике, в психологии. И поэтому спонтанное с точки зрения развития нашей физической системы и психофизического состояния имеет колоссальное значение. спонтанное это суть нашего человеческого развития. Это не значит, что это отметает в сторону или это двигает в сторону целенаправленность и определение идей. Но спонтанное то, чему учит и научил меня театр, это как раз тот самый кратчайший путь с очень огромным запасом энергии и эмоционального состояния, к результату. Для этого существа такого с виду неуклюжего, громоздкого, не очень ловкого, даже для него достаточно этих ограниченных возможностей для того, чтобы совершать спонтанные движения. А в том мире, в котором он жил, в очень жестоком мире, необходима была главным образом не спортивная тренировка условного рефлекса, а безусловного рефлекса. То есть тех рефлексов, которые дают возможность совершать спонтанные действия. Сделайте движения, которые никогда в жизни вы не делали. Не нужно думать. Я не знаю, я думаю, что я все делаю. Я просто думаю. Ну хорошо, подумайте. мы даем вам возможность подумать. Подумайте и сделайте. Можно представить себе, что вы решение принимаете не головой, а телом. Не могу. Почему? I'm sorry, I don't know. It's very good. That comes to my mind is when you're happy and you just jump and do like this. You kick your eye. Вот вы сейчас сделали. Спонтанное это то, что не механично. Когда мы говорим о рычаге, это не механично. Представьте, что я поднимаю кисть моей руки моим коленом или плечом. Это уже движение более сложное, чем просто рефлекс поднятия руки. То есть в этот момент происходит как раз спонтанное взаимодействие всех остальных мышц моего тела. Я уже не думаю о ногах, потому что я весь внимание на самолетике. что я здоров. Благодаря спонтанному мы понимаем, что человек здоров, потому что у него есть экстра энергии. В сердце существует специальный раздел, откуда исходит импульс для того, чтобы оно сокращалось. Научное определение спонтанного оно гласит, что это движение, событие, которое происходит без энергии извне, то есть в самом себе. Спонтанное это форма существования вообще природы. Спонтанное это форма существования вообще любого живого. А как же работает сердце, как работает легкий, как работает мозг? Они тоже работают по принципу спонтанного взаимодействия. Когда мы говорим сердце, легкие и мозг, это главная система, которая ответственна за кровообращение, за движение мышц, за движение тела в вертикальном или горизонтальном положении. То есть сердце это внутри самого тела, легкие это внутри и снаружи, а мозг это здесь и в космосе. И поэтому возникает может быть тоже спонтанно, интуитивно интерес к небу, интерес к звездам. Как Кант сказал, нет ничего интереснее двух вещей. Это человек и звезды на небе. Наше тело это запас культуры, запас нашего видения, запас нашего ощущения объема жизни. Если мы говорим о нашем здоровье, то мы должны выйти на уровень многомерного понимания этих проблем. Ощущение себя многомерности в трехмерном пространстве, точно так же, как планета Земля, приравнивает нас к космическим субъектам. А уже после этого можно говорить всерьез, каким видом спорта заниматься, какую пищу использовать для вас лично, индивидуально, потому что все диеты не работают для всех исключительно. Много разных способов пойти в фитнес, пойти заниматься аэробикой, но потом выясняется, что люди используют огромное время напрасно, потому что мышцы быстро увядают. Мне сейчас 71 год, но я до сих пор не ощущаю свое тело больным, нездоровым, уставшим. Конечно, я устаю, но я быстро восстанавливаю энергию в моем теле. Мои мышцы не дряблые, мои вены чистые, открытые, кровь, лимфа, сердце работают достаточно уверенно для того, чтобы делать все эти упражнения. И для того, чтобы сохранить себя до 70 лет, необходимо не лекарства, которыми я не пользуюсь, необходимо более глубокое понимание сути нашего живого организма. 60-70 лет, это не старость, это средний возраст, а настоящая старость, когда просто человек сам себе говорит, до свидания, надоело, остановите планету, землю, я сойду. Такой очень смешной лозунг был выдвинут в 60-х годах 20-го века. Остановите землю, я сойду. на этом вот я хотел бы закончить на этой оптимистической ноте. Огромное вам спасибо и спасибо всем студии, кто помог мне достучаться до ваших сердец. «Музыка» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!